которая была у единиц, потому что она стоила 700 долларов. Она, на самом деле, не была предназначена для игровых утех, скорее для интерактивных библиотек, прослушивания музыки и прочего. Так, у меня сейчас заставка Зельда Ван Дов Гамилон. Мало кто знает, но вот эти вот легендарные ролики, легендарные катсцены делали русские ребята, конкретные из Санкт-Петербурга. У меня началась. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально? По синхронизации. Ну, это хорошо. Кацан, я буду молчать. Кацан, я буду молчать, и еще нет слов. Я уверен, что он все хорошо. Да, это ганон, не отличается для кинга. Линк, пойду в Гамилон и найти мой отец. Грин, я не могу ждать, чтобы бомбить какие-то донгозы. Возьмите, импа. Мы идем в Гамилон. Хорошо, дарь. Я покажу, что-то в Санкт-Петербурге. Я не знаю о тебе, но я не буду держать кинга. Сюжет такой. Гамилон — это остров, в котором правит граф Окленд. И пришла информация, что на него напал Геннон, и почему-то отец Зельды, король Харкиниан, Харкиниан, поехал туда в одиночку. Сказал, что если он не вернется через месяц, отправьте за мной Линка. Месяц прошел, Линка отправили, он тоже не вернулся. В итоге Зельда пошла разбираться, что там именно случилось. Вначале мы прыгаем в локацию Арлайну, и нам нужно получить накидку. Управление, сразу говорю, в этой игре... Ну, ее критиковали в свое время, как фанаты, так и простые игроки за управление в первую очередь. Потому что... Так, сейчас будет катсцена. Смотрите на лицо Зельды. Ау, so cute. Мы получаем накидку, которая нужна в битве с Гибдо. Практически все боссы здесь умирают... Не практически, а все боссы здесь умирают с одного удара. Вначале нам нужно наформить 35 рубий. Здесь это именно рубии, а не рупии. По одной из легенд, ходивших в лето в комьюнити, что рупии изначально назывались рубиями, но из-за перевода в американской версии... Там в бухгалтерии все перепутали, и вместо рубии их назвали руби. Но на самом деле это не так. Миямото говорил, что они просто милее звучат, по его мнению, естественно. Нам нужно оформить 35 рубий, чтобы купить бомбы. Бомбс, лэмпуэл и... Что там еще? А, и канат. Все вещи, которые покупаются у продавца... Здесь это не Моршу, к сожалению. Моршу остался в Face of Evil. И большинство мемов, которые в последнее время очень популяризировались, они все-таки относятся к Face of Evil, к первой части от Animation Magic. А это вторая часть. Мы должны ударить продавца. Здесь мы проиграли первую кат-сцену, и когда у нас не хватит рубий, мы должны проиграть вторую сцену. Нет, это делали не японцы, это делала Animation Magic. Студия, которую создали Дейл Дешарон, коренной американец, и русский Игорь Разбов, который в 83-м году переехал в Америку. Потом он начал смекать, что игровая индустрия набирает обороты. И так как он был знаком с Дешароном, а тот более-менее разбирался в играх, история умалчивает, как именно. Они решили организовать собственную студию по производству прекрасных игр. И у Филлипса на тот момент была лицензия на использование, на создание игр по вселенной Nintendo, по их лицензированным вселенным, и использование пяти персонажей. Это Зельда, Линк, Импа, Геннон и Марио. Марио остался в Hotel Mario. Четвёртая игра, легендарная игра на Филлипсе CDI. И они сделали первые две игры на Филлипсе, это «Face of Evil» и «Ванда у Гомелон». Все катсцены здесь рисовались как раз питерскими ребятами, в том числе женщинами, между прочим, мужчинами и женщинами, у которых не было никакого профессионального образования. Так, погодите. То есть, не у всех не было профессионального анимационного образования, но были некоторые люди, которые окончили какую-то советскую анимационную школу. Я, честно говоря, боюсь ошибиться, но какие-то там были такие вот прям советские закалки. Мы только что встретились с женщиной, которая настолько проголодалась, что съест даже яйцо Арпагоса. Она сделала из его омлет, спойлер. Арпагос — это вот эти птицы-птеродактиль, которые летают по городу. Мы возвращаемся в Сакадо. Должны нафармить 40 рубий, чтобы купить 300 коконат. Вот как раз сейчас комментатор говорит на то, что... Объясняет, почему эта игра плохая, но в 2018 году, когда эта игра представлялась на ЕСе, один из парней с комментаторского кресла подчеркнул, что с этими творениями, сидя и знакомы... У меня, кстати, зависла трансляция. Она прям вообще зависла. Я перезапущу. Они знакомы только по ревью от VGN, и у них сложилось достаточно негативное отношение к этим играм. Но тут, как минимум, очень мемные ролики. Здесь прекрасная, на мой взгляд, музыка. И она частично символизирует как раз популярные треки из... Ну и реплики, если можно так сказать, игр 90-х. Ну и в целом, эта игра в меру сложная, в меру простая. Если вы в той или иной степени любите... Ну, я не могу сказать хидденджемы, но... Видны игры, в которые мало кто играл. То первая диалогия, Face of Feel, Ван Долгомилон, она практически обязательно к перепрохождению, или к прохождению в целом. Так, сейчас мы опять увидим ролик. В ноябре. Это к слову о том, что ее стоит перепройти, потому что в ноябре один из пользователей Твиттера, сейчас мы еще должны увидеть, один ролик с импой, который очень легко пропустить. Так, тогда снова помолчу. Так, там что-то нехорошее случилось. В конце ноября вышли ремастеры первых двух частей, и, как тут можно заметить, фреймрейт достаточно низкий, и это создает определенные проблемы в прохождении. В ремастережете и фреймрейт, и в целом управление по фикшену... Тут мы прыгнули на стул, чтобы горе сзади промазало нас молотком. По фикшену управление очень много сделано для удобства игры. Quality of Life. Change. Так, нам нужно забрать яйцо арпагосов. Еще одна из проблем на релизе этих игр, в том числе и Zeldas Adventure, которая вышла треть, и ее не создавали. Создавала какая-то филипсовая студия, филипсовская студия. К сожалению, ранний румер. Проблема была в том, что оригинальный геймпад, который даже не геймпад, а контроллер в прямом смысле слова, был, во-первых, неудобной формы, во-вторых, крестовина там срабатывала через раз. И играть... Как можно тут заметить, здесь надо очень много прыгать. Прыжок по диагонали выполняется, как, не знаю, как в Mortal Kombat, не кнопкой, а именно стрелочками вперед и вверх. И это было очень сложно выполнимо. Тут даже, чтобы войти в меню, нужно присесть и нажать кнопку действия. Это уже очень странное решение. Сейчас нам нужно забрать ключ к гибда, и после этого будет отсылка на Сента, который пару часов назад накидывался пледом Майнкрафта и прикидывался гибда. Тут мы умираем. У нас бесконечное число жизней. Так. А, там следующий человек, точно. Бесконечное число жизней, но три континью. Когда они заканчиваются, нас выкидывают на слону карту. Актерская игра на уровне. В начале мы брали накидку у женщины, и она сейчас поможет нам шотнуть гибдос на урагу. Сноудар, пардон. Как-то нелепо. Не, фон есть. Фон есть, но его можно увидеть, если воспользоваться маслом для лампы. У нас нету... Масла у нас есть, но у нас нет самой лампы. Поэтому раннер просто проходит в пустую. Ой, в слепую... В смысле... Как там говорится? Первый раз, first time. В общем, без света. Это так же, как у второй зельды делается. Там тоже есть пара пещер, где нужно включать освещение какое-либо. Одна из самых неприятных локаций – болото в Ашубе. Мы в них еще вернемся. У раннера на половинку хп больше, чем нужно. В ремайстер-версии здесь можно просто пропрыгать по деревьям, не обращая внимания на крокодила внизу. В оригинальной версии это сделать очень сложно. И здесь, как бы мы не бежали вперед, попасть в цикл, чтобы запрыгнуть на этого крокодила, не представляется возможным. То есть мы в любом случае должны ждать, пока он прейдет. Раннер нажал на ту кнопку и кинул накидку в воздух. Это был кузнец, который требует у нас споры Ханю, которых у нас пока нет. Мы их получим в Ханью Форесте. Вот туда мы сейчас отправляемся. От этих синих штуковин можно дэмэдж буститься, и я думаю, раннер это будет активно использовать. Правда, он почему-то пропустил две штуки. Неудачный паттерн, и он не останавливаясь, залез в пень. Это то, что я пытаюсь сделать. Еще один из... О, дэмэдж буст. Один из очевидных минусов этой игры, что некоторые фоны сливаются с... с активными платформами, с платформами, на которые мы можем запрыгнуть. И первый раз нам непонятно, при первом прохождении, на что можно встать, на что нельзя, где можно заюзать канаты, где нельзя. Ой, два идеальных буста. К сожалению, раннер умер. Но он-то должен был сделать... А, нет, он не должен был сделать, нам нужно заюзать обязательно трифорс. Когда мы ударяем трифорс на каждую новую локацию, нам открывается доступ в другую локацию. Собственно, весь геймплей здесь заключается в том, чтобы... О, дэдвозгуд, дэхэвмэйд эйвэл. Это три ведьмы, которые захватили... пул, как называется? Бассейн. Бассейн фей. Они умирают, как и все боссы, в принципе, с одного удара, но их атаки, это первый босс, который нам встречается на пути, чьи атаки нас шотают. Поэтому нам сейчас придется попасть... угадать цикл внизу. Скорее всего, придется пропустить два прожектайла, увидим их сверху. Первый, второй. Легчайше. Здесь мы посмотрим две катсцены. Две катсцены с фейми, которые вроде выглядят одинаково, но на самом деле различаются. Я сейчас 16.0.10, 11.0. 12, 12, 13, 14. 19, 20. Отстаю. Святые угодники. 42, 43, 44. Мы... А, мы на корабле. Я не помню, как он называется, если честно. Гоби Янский. Тут отсылочка на Donkey Kong 2. Сверху нам нужно забрать перо арпагосов. Здесь три вещи, честно не ошибаюсь, связанные с арпагосами. Для этого нам желательно, чтобы наверху у нас осталось как минимум одно сердечко, чтобы можно было умереть. У нас их очень много. Скорее всего, раннер будет прыгать вниз. Да, у него слишком много хп. В противном случае, мы могли просто умереть и спаунтиться внизу. Это экономит очень-очень мало времени, но это спидран, в конце концов. И мы заходим в каюту, чтобы получить рефлектинг-шилд. Он нам понадобится на каноничном противнике, чароманте, серии Зельды. Ну, естественно, он умрет тоже с одного удара. У нас открылся Шрайнов в Гомелон, но нам туда рано. Мы недавно получили споры, которые мы сейчас отнесем к кузнецу. И за это он нас наградит пауэргловой, силовой перчаткой, которая позволит разбивать камни. И будет юзабельно в тимфайте с боссом. Айроннакл. Во. Очень. Очень юзабелен в казуальном прохождении. В принципе, да, он прав, но мне кажется, тут юзабелен и простой щит. Потому что он блокирует вообще все атаки, кроме одного босса. Но щит включается так же, как и во второй части, между прочим, если мы просто стоим на месте. Если мы идем, то щит опускается. И мы бежим к еще одной катсцене. Нам нужно отдать яйцо в Капитане. Голодной женщине. За что она даст нам дубку? Дубка будет очень юзабельна на последней стадии рано. В доме, где живет Геннон. Тут еще есть один нюанс, что... Так, сейчас у меня будет катсцена. Если вы думаете, что это игра очень круто, по-моему, я просто хочу показать, что лидер-борд не принимает ремастерную версию. Да. Спасибо. Это не игра без инструмента. Спасибо. И нюанс в том, что в начале Faces of Evil прилетел мужик, который известен как Squadala, и сказал, что на свитке написано, что только Линк может победить Геннона. В итоге, в сиквеле, сиквел... Ну, эти две игры, на самом деле, делались одновременно. И странно, что они не заметили такого косяка очевидного. В сиквеле почему-то Зельда убивает Геннона. Над этим тоже когда-то смеялись, что здесь столько дыр. Ну, потому, в принципе, эти игры считаются неканоничными. Кстати, где-то в сентябре вышло, не помню скольки, 20-минутное, что ли, видео, где 200 аниматоров со всего мира переделали абсолютно все кат-сцены в первых двух частях Зельды. Две сотни аниматоров, там причем были и русские аниматоры, ну, вообще, вообще все. СНГшных там тоже хватает. И каждый пересделал кат-сцены в своем стиле. Дали потанцевать женщины с водой. Женщина стихилилась и сказала, что рыбак застарял в рыбьей голове. С этим тоже связан определенный мем. Как можно заметить, в логове рыбака... В логове рыбака есть места, через которые можно выбраться. Но он почему-то ждал, пока его спасет непосредственно Зельда. Очень странный мужчина. И мы, кстати, перемещаясь и открывая новые и новые локации, собираем персонажей, которые отправляются в Сакада, в город с торговцем, и таким образом заполняем его новыми жителями. Это механика... Если это можно назвать механикой, особенности игры не было в первой части. В первой части мы просто выполняли квесты, находили вещи, тащили их к другим МПЦ, те просили принести им еще что-то, и так по кругу. Так, теперь мы несем перо арпагоса, женщине, а в Майере. Она дала нам накидку, накидка в данном случае бесполезна, и ее нужно будет улучшать у женщины в Сакадо. Ну, по крайней мере, никакого практического применения она не несет. Следующая локация озера. Нам нужна импа. Опять же, для катсцены, которую мы можем пропустить. Это было в одной из хижин, мы открываем хижину, в которой даже нет лестницы. Открываем хижину, и там сидит импа. Как она сюда забралась? Альма, это просто подруга Зельды. Неизвестное ни происхождение, ни кем она работает в замке. И нам показали Чароманта, который засыпал камнями. Она либо окаменела, либо он, скорее всего, засыпал камнями. И теперь наша следующая миссия — найти Альму и спасти ее. Сейчас будет новая старта, которую Райнер буквально вчера учил. Раньше этот сегмент проходился очень осторожно, и на нем терялся около 7 секунд. Он теперь не может запрыгнуть на камень. Возможно, ему не хватит ХП. Нет, повезло. Убий, там какая-то шутка была. Во всех комнатах с черным фоном мы можем включить свет. Но опять же, Райнер этого не делает, потому что у него нет лампы. Тут нам надо дождаться горя, чтобы получить от нее ключ, и зайти в дверь. Босс сам себя шотает, точнее, мы отражаем его атаку с помощью рефлектив щита, которую мы недавно подняли. И теперь мы добираемся до Альмы. Оказалось. Оказалось. Во-первых, мы получили бутылку пустую, которую можно наполнять водой из... Ну, в общем, у фей. Фейрис пул. И она будет нас хилить на фулл ХП, но это не используется в Райнере. Райнеру проще умереть, либо перезайти на локацию, чтобы отхилиться. Да, верно. Оказалось, что Линк знаком с Альмой, и он ей дал... Точнее, она ему дала бутылку за поцелуй. Пыль, пыль с уфей. Очень полезную штуку. Это Magic Cake, если не ошибаюсь, которая позволяет нам становиться невидимым, но большинство, подавляющее большинство вещей, кроме первой накидки из первой локации, в которой мы убили гибда, стоят рубии. Конкретно это делает нас невидимым за 20 рублей. Так, теперь Кузнец сказал, что за теплый кристалл, за хит-кристалл проапгрейдит нашу пушку. Нет, он не изменил зельдет, это, скорее всего, ссылка на первую часть, где он говорил How about to kiss for luck? А, How about a kiss for luck? Но она его не поцеловала. В итоге, во второй части он нашел девушку, которая его поцелует. Сейчас будет самая смешная катсцена, наверное, в игре. Что это было? Это было люди из города, которые были убили и убили. Импл показывал нам виду, что они были воприсованы. О, боже, как это нелепо. Да, конечно. И это не убили, чтобы копчить их, так что... А вот эти камни, которые сейчас можно увидеть на экране, которые мы шоткнули с одного удара с Power Glow'ой, силовой перчаткой. О, блин, опять катсцена. Этот камень убивается, взорвается, уничтожается либо одним ударом за 10 рупий с перчатки, либо 10 бомбами. Ну, естественно, гриндить 10 бомб очень долго, очень долго, потому что это сколько? Это 60... 80 рупий для этого нужно. Это действительно очень долго. Поэтому мы просто воспользовались перчаткой. Мы спасли пекаря, он тоже отправляется в Сакада, и наша следующая цель Iron Knuckle. Тоже достаточно нелепой катсцены. Тут можно увидеть валмастеров, которые были в первой Зельде 86-го года. Ну, они достаточно часто появляются. На данный момент Селва не любит борьбу, так... Это будет борьба для века. Это были Даркнаты, которые просто ушли. Он по логике должен был быть их предводителем. Это мэр. Я надеюсь, что это может быть использованием. Это почему Грунпмейстер не должен получать первую катсцены, потому что это вторая катсцена. Это первая катсцена. Вторая катсцена. Вторая катсцена, даст нам лампу. Но это, на самом деле, вторая лампа. Первую мы могли получить в Капитане, но мы ее пропустили, потому что нет никакой катсцены. И, освобождая Мэра, мы проиграли тоже две катсцены. Одну из них тоже можно было пропустить, если сразу же разрезать, снять с него окова. Когда Зельда в прыжке, ну, чейнер, в прыжке ударил по цепям. Вторая версия лампы выполняет такой же функционал, как и первая, но работает чуть подольше. Честно говоря, я не знаю точных цифр, но ощутимо подольше. Теперь мы должны избавиться от Глиока. Тоже сигнатурный босс в серии Зельды, в серии игр о Зельде. Зеленые штуки это его головы. Их можно не убивать. Они наносят, как и большинство, на самом деле, атак в этой игре наносят по половине сердца урона. И Глиок также отлетает от одной атаки. Окей. Он решил не использовать Power Glove. Ой. С перчатки он бы отлетел с первого раза. Но мечом нужно сделать две атаки. Одна причем не зарегистрировалась. Тоже один из минусов оригинальной версии, что Hitregs в этой игре очень странный. И это было пофикшен в той или иной степени в ремастерах. Рут немного изменился. Теперь мы покупаем три стака канатов. Странно. Раньше брали один стак бомб. На самом деле стопроцентную категорию ранен только один человек и All Cuts Синс. Я основательно засел за игру. Он вот в последнее время. Еще одна катца. Академ так. Так, тут открылась интересная деталь. Оказывается, Линк очень любит хлеб. Теперь у нас есть хлеб. Он на самом деле очень бесполезен. Ну, в принципе, если мы дудим в дудку, то все птицы, все летающие существа замирают на месте. Это можно потом увидеть в последней локации. Кроме арпагосов. Арпагосов. Но на них действует хлеб. И они налетают на него. Ну, это как дикой. С глиока выпал хит-кристалл, который нас просил кузнец. И теперь наш меч имеет сворт-бим. Сворт-бим, причем при любом количестве хп. в Сакадо мы могли во второй двери подобрать пауэр-сворд, но на самом деле это своеобразный мастер-сворд по своему функционалу, потому что он стреляет сворт-бимами на фулл хп. Но если у вас теряется хотя бы половинка, то бимы прекращают вылетать. А с хит-кристаллом мы теперь можем стрелять на любом количестве хп, и это очень полезно. Особенно в казуальном прохождении. Еще одна катсцена с импой. Говорил про хлеб, про хлебные булочки, я не договорил, что по логике так-то можно использовать этот хлеб постоянно и отвлекать арпагосов, потому что их очень много в этой игре. Но он стакается по одной штуке в сумке, и после каждого использования мы должны снова выйти в Сакадо, снова заходить в здание с булочником, и снова получать от него одну штуку. Это практически бесполезно. тратят очень много времени. Глиука мы вроде убили, но его головы все еще летают. Так, насколько я понял, мы должны найти Хектана, того мага, который схватил отца Зельды. Да, точно, и после этого мы должны освободить помощника короля, с которым он поехал на Гамелон. Но сначала мы должны добраться до самого мага. Сейчас мы заберем ключ от двери, в которой опять сидит импа. Я не понимаю, как она забирается во все эти труднодоступные места. Его сейчас может убить рука. Нет, ему повезло первый раз. Это идеально. Потому что ему все равно придется умирать после этой комнаты. Я не знаю, как импак здесь. Я не знаю, что он может быть здесь. Я не знаю, Его вроде представили как какого-то такого ловкого убийцу, колдуна, который владеет перемещением. Но на самом деле он ничего не делает, кроме прожектайлов. не знаю, что он не может быть на самом деле. И сейчас мы отправляемся непосредственно к хектану. И сейчас мы отправляемся непосредственно к хектану. урон наносится в двух фазах руки, когда он открывается и закрывается. Я на недавнем стриме грампмейстера видел, что он нашел здесь задел на скип. Когда мы входили в эту локацию, можно было пропрыгнуть через стену с помощью бомбы. Но это очень неоптимизированная штука. О, сейчас будет элитнейшая кат-сцена. You killed me good. Никакой ненависти. И теперь Кира расскажет нам нюанс. Он нам сказал, что герцог он к которому поехал король его предал и вступил в союз с Генноном. Также он добавил, что в одном из замков есть секретный проход, в котором мы направляемся. А, мы сначала должны ключ забрать из этого замка. Как и в консолях третьего, второго, третьего, четвертого даже поколений, чем больше элементов у нас находятся на экране, тем меньше фреймрейт. Опять же, это было пофиг, что в ремастерах. Очень советую. ключ из портрета. И разговариваем с герцогом онклдом. Има и дает нам ключ от секретного лого Гэнна. По большому счету, нам еще остаются диалокации. Первый — это храм Гомелона, где мы должны найти, собственно, саму Ванду, саму палочку. И замок Ризон. Ну, в замке уже сидит сам Гэнна. Но он убивается единственным предметом. Мне показалось, здесь дамедж-буст не прошел. А, стоп, мы же в лесу. Нам же нужно получить третий апгрейд для последней кат-сцены с Мэрой. Третий апгрейд лампы, чтобы видеть невидимых противников в замке Ризонг. Мэра почему-то забралась на самое дерево. Я искренне надеюсь, что... Так, сейчас-ка сцена. Вот нагрейдит наш фонарь и говорит, что только Вандул Гомелон может убить Гэнна. Так, что-то, наверное, это третья апгрейд для ламп-турн. И это действительно есть один 기본用. И я не уверен, что это действительно будет более эффективной для ламп-оил. Я ничего не знаю. Но с одной словом, это действительно уничтожитảo Patient. И это наrefasmут у нас в замке. О, нет. Омфэк is guarding the shrine. будет человека волк у него очень странное имя ом-омфак омфак простите пожалуйста но как зовут и у него достаточно интересная механика но у единственного пожалуй босса во всей игре мы должны бить и у него меняется голова у нее есть три разных формы и мы должны ударить в правильный момент как раз когда вместо головы у нее появятся губы но раннер пропустит как минимум одну форму головы и шот на того как и других босс но задел на интересную механику тут был хэдшот теперь мы получили вандал гамилон и в принципе мы готовы идти к нам нужен замок резон резон пас здесь в первый раз заюзаем дудочку но в большом счету здесь можно пробежать и с накидкой который делал делать нас иммунными с атакам противник но не даже выбрана была дудочек если нам застопориться то эти бочки или шары горящие ну как я говорил хитрек здесь очень странно и они будут приезжая мимо нас будут бить нас по два-три раза но опять же с накидкой мы не почувствуем никакого урона если не ошибаюсь сейчас будет последняя катсцена с импой с подсказкой она говорит нам что you can win by falling это очень странная подсказка потому что при более менее детальном изучении локации мы все равно найдем этот проход вниз проход в колодец в штуку похожую на колодец здесь ранер может оставить себе 2 2 сердечко вообще не получает урона заставим перчатку и шотаем камень вот на этой локации ворота ключ к которым как раз нам дал герцог о конкурс о календы типом атаки синих штуковин тот ключ кстати в замке до дома и можно не поднять который дал герцы и при первом прохождении он так и будет лежать на той локации при первом прохождении бегать искать что же ты сделал не так тут же дверь просто не откроется первую голову можем скипнуть а во второй крас находится ключ которым поднимаем ключ открывает дверь сверху который мы не увидим срана что раннер ни разу не использовал лампу потому что в своих ранах он и особенно в последних этапах игры очень часто используют но скорее всего просто приноровился вот проект колодец говорил о олимпа в который нужно прыгнуть you can only win by falling в итоге нам нужен ключ ключ от комнаты с ганом раннер поднял руби синие руби дают нам синие дропнутые дают нам по 10 руби но деньги здесь уже не понадобятся потому что мы с акады не вернемся это потеря времени приблизительно секунду в ремастер версии кстати можно активировать ремастер мод и руби будут подниматься автоматически когда мы мимо них проходим раннер не допрыгнул кстати у него остался последний последняя свободная последний свободный канат и тут он его спас если бы он и сейчас не поднялся то ему пришлось бы лететь в сакада закупаться дополнительными канатами но это было бы очень долго он очень много почему-то ждал по логике ну ему лучше знать конечно но по логике у него хп должно было хватить скорее он боялся вот этого места где сверху падает 5 сосулек и каждый из них наносит отдельно по половине хп противники диспанса спавнится рандомно тоже один из минусов как в кассоване вот эта дверь мимо которой мы сейчас будем проходить который уже видно на экране как раз дверь с ганноном собственно туда мы направляемся я искренне надеюсь что раннер запустит начало фейссу фил ну уж там просто набор мемов не к цена один сплошной мем 73 руби зачем ты единственный босс чьи атаки не шо то это наносит два сердечка урона хлоп и в первой кат-сцене ганн как раз сказал что вот кстати мы убили ганна зельный очень странно пророчество не сбылось на предыдущей локации как раз были противники которых мы видели с помощью третьего апгрейда лампа о котором сказал ганн в первой кат-сцене вот наш батя и и и и и и и Очень странно, что Линк все это время прятался рядом. У него можно увидеть именно игровой геймпад, который вышел через год после релиза самой консоли, и на нем уже можно играть. Хотя, опять же, все равно крестовина там очень мягкая, неудобная, и прыгать по диагонали очень сложно. Ну, раннер не всегда получалось в самом ранне. Играйте на ПК в ремастер-версию. Что произошло? Мы спасли короля. Лорд сказал, что герцог Онклод его предал, но, естественно, король-то знал. Герцог спросил, лорд спросил, что с ним делать. Он сказал, когда он отмоет весь замок, тогда мы будем думать о его наказании. Я потом Зельда спросил, а где Линк? Как эту женщину зовут? Женщина, которая его поцеловала, условно. Сказала, что какая разница, он все равно был скучный. Зельда сказала, не смотреть в зеркало. Я взяла у него зеркало, кинула в стенку, и там, оказывается, прятался Линк все то время. Геймпад у CDI оригинальный, который шел в комплект. Но это не геймпад, это контроллер. Он такой продолговатый, с крестовиной сверху. То есть ты берешь его двумя руками, левый большой палец у тебя на крестовине, а большой палец правой руки у тебя как раз нажимает на кнопки. Это очень неудобно. Частично напоминает геймпад для N64, но там все-таки и аналог был, пусть и один, но он был. И можно было как-то загруппировать пальцы. Ну, в общем, были какие-то варианты для управления. Ну и в конце концов к нему можно было привыкнуть. А привыкнуть держать двумя руками вот эту вот штуку, оно очень сложно. Он на пульт похож. Ну, в принципе, и был пультом. Пог. Туториал. Just for the extra lore. Открывай ее. Пог. Поверей ее, чтобы сделать меня упасть или climbing. Вперед и сверху меня попутать. Част настолько счастливой сейчас. Питрыл 1, чтобы тут враги. Он тоже так поврежден. Такßen в утре здесь. Питры. Это неправда, кстати Ты можешь мне сделать даклажь Это жалко, что Сэлла не говорит это, но Линк известен за сказать, что ты можешь мне сделать даклажь Теперь, нажимай на кнопку 2 В результате я принял свой смарт-сор, это не будет уничтожить любви В самом деле, это делает меня говорить Конечно, я на вашей стороне, но я еще должен продать все Попробуй, что ты хочешь, я буду обманывать Когда ты хочешь купить что-то от мерчантского, то сцепь это с сцепь Говорит, что, чтобы зайти в сумку, мы должны присесть. Придеть нажать кнопку действия. Это не нинтендо, это филипп сидя. Поехали, давайте найдем Линк и моего папа. Это также находится в нем, немецком и французском, так что, если вы хотите найти Линк и моего папа. Это тоже такая вещь. Они все хороши в своем случае. Но опять же, спасибо всем, что присоединили мне, спасибо всем, что донали много денег, чтобы это показалось в GDQ. Да, не будет Фейс Суфил. Игры сделаны по лицензии Нинтендо, но, ну, наверное, все знают эту историю, когда в конце 80-х Нинтендо хотела сделать представление.